Серия Call of Duty это один из самых популярных и обсуждаемых шутеров от первого лица, у которого есть как и огромная масса тех, кто ее ненавидит и считает ее полным говном, так и те, кто ее покупает каждый год, играет, получает удовольствие и ждет новую часть. Я играю в эту серию уже довольно давно, начиная с 2007 года, с момента выхода Modern Warfare, да, в те времена я еще играл в нее на ПК, и с этой серией меня познакомил вообще мой отец, который с ней был знаком еще раньше из-за любви к играм про вторую мировую, за что ему огромное спасибо, кстати. Конечно, у нас не было возможности опробовать так рано мультиплеер, поскольку у нас попросту не было интернета, и поэтому знакомство именно с онлайн режимами у меня произошло чуть позже. Но, несмотря на это, я вам расскажу, что я понял за все эти 17 лет в Call of Duty. Да, огромное спасибо всем тем, кто прожмет лайк, подпишется на канал, поскольку это помогает в развитии творчества, и не забывайте, что новая часть, а именно Call of Duty Black Ops 6, будет в этом году в подписке Xbox Game Pass Ultimate, с даты выхода, между прочим. И если вдруг у вас еще нету подписки, то ее оформить вы можете по ссылке в описании. Начну с того, что первоначально мое знакомство, опять же, было с компанией Колды, которая с течением времени только набирала обороты, становилась прикольнее, масштабнее, интереснее и эпичнее. Первое, что бросалось в глаза, так это графика и в целом общее исполнение картинки, которая выделялась кинеграфичной постановкой. Сам игровой процесс, несмотря на то, что из года в год он оставался и остается практически без изменений, ибо сложно в шутере придумать чего-то нового. Так или иначе, по крайней мере и раньше, тебя все время кидали в эпик игровых событий, со взрывами, погонями, слежками, управлением техникой, стелсом и прочими игровыми элементами, которые тебе не давали заскучать. Сюжетка в этой серии всегда, на самом деле, была на уровне и достаточно хорошо развлекала игроков, как и с точки зрения экшн-сцен, так и в эмоциональном плане с помощью клевых персонажей, историй. И даже если вы не играли во все части Клаб Дьюти, но увлекаетесь играми, вы, скорее всего, слышали про Капитана Прайса, Госта и Соупа. Но, пожалуй, в последнее время больше выделяется по одиночке именно серия Блукопс. И из тех, кто согласен, со всех Лойс. Не все части фанатам пришлись по душе, но любовь на этом не пропадала, поскольку у этой серии очень хорошо были отлажены рельсы производства, из-за которых мы стабильно получаем новую часть колды каждый год. Конечно, из-за этого и с недавних времен стала прослеживаться жесткая калтура, как это было с MV3, которая больше ощущалась как неполноценная игра от дополнений и некий глобальный фикс мувмента. Но, помимо хороших производственных рельс, эта серия стала восприниматься у игроков как хорошая серия по выкачке денег, по мнению которых мы получаем чуть ли не одинаковую игру из года в год, хотя это далеко не так. Лично для себя, самой любимой части серии, с точки зрения компании, я выделю этот список. Обязательно поделитесь своим в комментариях. Мне еще очень понравилось, как в свое время разработчики в самую лучшую игру про вторую мировую после прохождения запихнули миссию зомби, в которой надо было продержаться как можно больше волн. И так получилось, что это был просто переломный момент, и благодаря ему зомби стали появляться в серии намного чаще, предоставляя игрокам не только челлендж, а целый лор, в котором игроки теперь каждый раз пытаются найти все пасхалки разработчиков, которые выполнить не так просто. Я хоть и небольшой фанат этого режима, но когда он есть, то мы обязательно с моим лучшим другом Вижел в него иногда поиграем, что в целом и будем делать в новой части. Самый ближайший конкурент у этой серии, по мнению игроков, является Battlefield, которая в некоторых планах даже была лучше в некоторых частях колды. Но тут главное понять, что это совершенно другие игры, и если же Battlefield это масштабные бои с техникой, с тесным взаимодействием отрядов и взаимопомощи, то Call of Duty это всегда быстрые пострелушки на маленьких картах. Поэтому сравнение хоть и делают, но по факту игры совершенно разные, чтобы их сравнивать в лоб в лоб. Вот кстати онлайн режимы, это то, за что многие полюбили эту серию еще больше, в том числе и я. За все это время Activision смогли достичь того самого баланса, который не надоедает игрокам уже долгие годы. Крайне быстрые бои за счет маленького ТТК отлично скрашивают вечер практически любому любителю шутеров. Да к тому же это все хорошо работает и имеется очень хороший коннект. И как по мне, именно это делает в большинстве случаев эту серию успешной, поскольку проекта хватает и для того, чтобы играть команда, и для того, чтобы тащить в соло, и в целом ритм очень сбалансированный. Звук, чувство стрельбы и тот самый называемый мувмент, это то, за что в нее играет до сих пор. И если где-то до 2019 года колда действительно менялась крайне незаметно, то с перезапуском Modern Warfare она наконец-таки обзавелась новым движком, который помимо отличной графики, внес изумительные анимации и еще более приятные звуки, сделав еще лучше чувство оружия, из-за которым в целом вся серия получила второе дыхание. И несмотря на то, что эти изменения пришлись не особо по вкусу олдовым игрокам в начале, через время многие поняли, что изменения были не зря и пошли серии только на пользу, придав ей свежести и новизны. В это же время она получила легендарный бесплатный режим Warzone, который до сих пор живет, конечно с обновлением 2.0. И если вдруг вы не знаете, это Королевская битва, которая так же хороша играется, как и мультиплеер, но у меня, честно говоря, не особо получается в нее играть, поскольку, чтобы выиграть, в нем реально нужно задротить и собирать мету. Вот с мультиплеер у меня совершенно другая песня. Запускай его каждый вечер, ты сидишь в нем, будто щелкаешь семечки. Сложно прерваться, поскольку в игре настолько все клево сделано, что тебе просто приятно в нее играть. И несмотря на то, как хайтит колду, увы, у нее нету конкурента, который мог бы с ней рядом быть по исполнению. Взять тот же шутер от Юбиков, которые попытались сделать ее на манер прошлых частей именитых серий, но увы, она далеко от нее. И в целом осталась где-то в прошлом. В других играх, либо же не такая хорошая стрельба, ее чувства, не такой классно ощущаемый ТТК, который тебе позволяет убрать несколько врагов сразу и моментально срагирует на ситуацию в поле боя, делая подкат или же тактично из-под угла вынося несколько голов. И все это из-за того, что колда живет не первый год и у нее за плечами просто огромный путь испроб и ошибок, который как раз таки и держит ее на плаву. И за счет этого достаточно сложно сейчас выйти на рынок, предоставив нечто подобное по качеству. Хайт от игроков в большем случае этой серии состоит в том, что она никак не развивается, предоставляя одну и ту же игру каждый год за полный ценник ААА проектов. Но как по мне вообще сложно придумать или сделать какой-то ноу-хау в игре, которая уже нащупала свой путь успеха и в целом достигла хороших показателей. Сделав, к примеру, в Клавдюте разрушения или большие бои на технике, которые уже попытались сделать, это было бы реально шаг в сторону батлы, который, честно говоря, серии не совсем нужен. И несмотря даже на такие изменения и в целом сложность придумывать новые механики, иногда все-таки разработчики делают это. Но для массового игрока, который на игру смотрит лишь со стороны, это совсем незаметно. Помимо баланса, они иногда вносят изменения, но очень осторожно. К примеру, в одной из части они добавили стрельбу с упора, в другой прыжок вперед, сейчас в новой части не добавляют возможности прыгать вообще в разные стороны, добавляя перестрелкам еще большего драйва. Изменили передвижение, за которое игрок чувствуется мобильнее и свободнее. А еще дали возможность захватывать противника в заложники. Да, это мелочь, но для тех, кто играет в эту серию каждый год, честно говоря, это довольно значительные изменения, которые влияют на тот самый мувмент. Множество разных режимов, а именно зомби, варзон, дмзи, одиночная кампания, множество мультиплеерных режимов, как и тактичных, так и более драйвовых. Во-первых, это все расширяет интерес среди игроков, а во-вторых, каждому дают то, что он хотел бы видеть в шутере. Да, и если вы взглянете на реальный показатель, который действительно отражает любовь к серии, и почему она до сих пор такая, какая она есть, а именно продажи, вы поймете, что игроки любят эту серию, и готовы ее покупать каждый год за фулл прайс, даже с маленькими изменениями. Поскольку она, во-первых, хороша, а во-вторых, у нее, опять же, нет аналогов с таким же качеством и с таким же неповторимым темпом. Я лично один из тех, кто любит Call of Duty, и из тех, кто покупал ее практически каждый год, и если вдруг мало кто понимал, зачем это делать, то объяснение крайне простое. Каждая новая часть — это что-то новенькое, либо сеттинг, либо пушки, либо тот самый мувмент, да и сама игра становится более актуальной, отчего большая часть автоматом ее покупает, выбивает скины, да и просто весело проводит время со своими друзьями в новой части твоей любимой серии. Поэтому, как ни крутите, но серия Call of Duty пока является одним из лучших шутеров, и, скорее всего, будет продолжать эту тенденцию. Поэтому с нетерпением ждем новую часть, и именно Black Ops 6. Те, кто будет в нее играть, будут рад видеть вас у себя на стримах, в отряде, и если будет набираться много человек, будем делать частные. Обязательно приходите, и на этом у меня все. Если ролик вам понравился, ставьте лайки, ракеты. Обязательно пишите свое мнение о этой серии, нравится вам, почему, и если не нравится, то тоже почему. И большое спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok